Трем-подписчикам-гостям, я Джетли, и сегодня мы, наконец, будем отвечать на вопросы с АСКФМ. Правда, я буду некоторые вопросы пролистывать, потому что они не настолько интересны, чтобы на них отвечать. Вот. Но это не важно. Потому что я, скорее всего, эти моменты вырежу. Поэтому вам не надо будет долго смотреть на то, как я всё это делаю. Так. Окей. Опять же. Сейчас. А, это вопрос со стихобаттлой, неважно. Почему я снимаю видео на День душевнобольных? Хер знает. Просто потому что в АСКФМ почему-то появилось очень много всяких стишков. Так. Окей. Так как я участвую в ВИП-программе, у меня много посторонних вопросов. И, типа, их как раз-таки я и буду пролистывать. Ну, типа, да, их пролистывать и совсем неинтересно. Окей. Вроде определились. Итак. Первый вопрос, который мне попадается по теме того, на что можно ответить, да, это вопрос от анонима какого-то, да. Потому что на АСКФМ можно задавать анонимные вопросики. У тебя Honor 7 телефон? За сколько покупала? Он норм? Стоит брать такой же? Да. У меня Honor 7, и я его не покупала. Мне его помогли. Вообще он норм, но к нему надо покупать прям, знаете, такую большую карту памяти. Ну, как большую? Объём. Не на 32, как у меня сейчас стоит, да, гига, а на 64 хотя бы. Потому что иначе на него поместится 34 приложения, и, типа, этого мало. Так. Окей. Добрый вечер. Хочу узнать ваше мнение о людях, которые являются суицидниками. Сами смогли бы сделать что-то подобное. Ради чего такие люди причиняют себе физическую боль? Как можно помочь таким людям? В Акировах. Так как я, как раз-таки, была таким человеком, но не в плане, типа, суицидника прям очень сильного. Хотя я пыталась покончить с собой 6 раз, и ни один раз не оказалась удачным. Что-то не так делала. Окей. Вот. Короче, этим людям, ну, не сказать, да, им очень одиноко, и они хотят понимания в основном. Но проблема в том, что суицидальные наклонности возникают либо при умственных отклонениях, да, умственных, ментальных болезнях, либо при депрессии, ну, это тоже считается такой менталочкой, по сути. Так что таким людям можно помочь, если убедить их, что нужно сходить к врачу, потому что врач выпишет таблеточки, и всё наладится. Ну, я по собственному опыту сужу, потому что до лечения у меня было такое же, такое жуткое состояние, что я сказала матери, я вот именно первый раз к врачу пошла с мамой, потому что мне было страшно, я не знала, куда идти, я не знала вообще, что делать. Я говорю ей, мам, если ты меня не отведёшь к врачу, да, я покончу с собой просто, вот, в этот раз окончательно, бесповоротно, ну, просто с крыши прыгну, и всё. Вот, и она меня отвела. И, собственно говоря, там были очень долгие беседы у этого врача, я у него по 4 часа сидела, то есть у неё, но это не важно, потому что врач. Вот, по 4 часа сидела, мы разговаривали, я рассказывала о том, что меня беспокоит, я рассказывала о том, как я себя чувствую, какие у меня эффекты от таблеток, то есть мы подбирали лекарства, мы проводили беседы. Если бы не эти беседы, а просто тупо были бы лекарства, скорее всего, всё закончилось бы немножко хуже. Ну, ладно. Окей. Как относится к интернет-проституции, верт, фото, видео за деньги? Честно говоря, меня это не сильно волнует, потому что у человека может быть абсолютно разная жизненная ситуация, абсолютно разные возможности, и, собственно говоря, если человеку комфортно именно так зарабатывать деньги, пусть он зарабатывает. Главное, чтобы он не причинял вред, как бы, себе и окружающим. И в какой-то степени для некоторых людей это полезно, но, конечно, не для тех, кто этим промышляет, да, а скорее для тех, кто это потребляет, потому что... Помните же у нас, там, порнхаб пытались запретить? Короче, это не очень хорошо, я думаю, вы догадываетесь, почему. Вот. Вопросите, что у вас есть уникальная возможность исправить одну единственную ошибку прошлого. Какую именно ошибку вы бы исправили? Или оставили бы всё, как есть? То, знаете, это очень сложный вопрос, потому что, по сути, наша жизнь состоит из череды ошибок и успехов. И внимание на успехах акцентировать не надо, потому что успех — это переменная. А неудача — это то, что мы воспринимаем близко к сердцу. Ну, возможно, это не очень точно, я не очень точно это описала, да, не очень точно назвала, как я думаю. Вот. Но просто всё, что с нами случается, оно должно случиться для того, чтобы нас чему-то научить, для того, чтобы мы что-то поняли, для того, чтобы что-то было потом хорошо. Так что, наверное, я бы всё-таки всё оставила, как есть. Так, ты помогаешь друзьям в сложных для них ситуациях? Или считаешь, что каждый сам должен справляться с проблемами? Знаете, для каждого человека ситуации разные. Сложные ситуации разные, да? То есть для кого-то сложные ситуации — это назвать остановку в маршрутке. Я этим грешу, но я, когда захожу, такая сразу, а вы остановите там-то, там-то, пожалуйста, мне очень надо. Вот. И типа всё этим решается, когда просто водитель говорит остановочку, я такая, опаньки, моя остановочка, до свидания. Вот. То есть, в принципе, почти всё можно решить. Но если какому-то человеку нужна помощь, если это помощь такая, которую я могу оказать, да, и, скажем так, я от этого не то, что не сильно потеряю, да, а мне от этого плохо не будет потом. Либо, ну, в данной ситуации, да, либо потом в данной ситуации, ну, в тот момент, когда я буду помогать. То есть, типа, если мне это не аукнется в плохом ключе, я помогу обязательно. Просто, опять же, не в каждой ситуации можно обращаться к человеку, потому что надо сесть и подумать. И если стоит какой-то выбор, и ты не можешь решить, ты, конечно, можешь спросить и положиться на мнение другого человека, но втайне, сейчас вот я скажу такую вещь очень интересную, это же из жизненных наблюдений, да, короче, когда есть выбор, мы внутренне на что-то надеемся, но мы очень не уверены в том, что это правильный выбор будет. В этом случае гораздо проще действительно подкинуть монетку и, знаете, что сделать? Не смотреть на то, какая сторона выпала, если вам, конечно, ситуация совсем не безразлична, ну, разве это сложный выбор такое? Вот, а полагаться на то, на что мы надеемся в момент того, пока эта монетка летит. То есть, если... Окей, возьмём какую-нибудь, знаете, просто самую нейтральную ситуацию, например, посидеть дома, да, или пойти гулять на улице, и вот вы не можете решить. Вы бросаете монетку и втайне надеетесь на то, что выпадет, там, допустим, на решке, вы загадали, да, что вы посидите дома, и вы втайне надеетесь на то, что вы посидите дома. И вот лучше полагаться на то, на что надеетесь, потому что так будет действительно правильнее. Что для счастья тебе нужно? Для счастья мне нужна несгораемая сумма на карте и спокойствие. Да. И это всё, что мне надо. По сути. Ну, окей, хорошо, хорошо. Ещё мне нужно само реализовываться в каком-то плане, в том или ином, в плане музыки, или в плане поделок, или в плане художественном. Вот. Тогда это приведёт к душевному спокойствию, равновесию. И, собственно говоря, скорее всего, ещё и немножко мне на карте там поднимет баланс. А то сейчас у меня ситуация пипец. Настолько пипец, что жрать нечего, честно говоря. Но, ладно. Это уже лирика. Это уже можно решить. Так. Какое твое любимое время года? Моё любимое время года — это поздняя весна, раннее лето. Когда не слишком холодно и не слишком жарко. Зиму я не очень люблю, хотя в последнее время она мне даже импонирует. Так. Когда у тебя был очень сложный выбор, какой? Это, я честно скажу, вообще не помню. Если смотреть с высоты моего опыта на то, что было... Сложных выборов у меня не было вообще. Так. Смотрела твой видос с ответами восемнадцатого года вчера. У тебя там вид пипец. Сейчас гораздо лучше выглядишь и худеть. Мне кажется, тебе не нужно обратно. Ну, первое — это точно, да. Мне сейчас гораздо лучше и физически, и морально, и ментально. То есть... Ну, то есть, блин, ну, как бы это видно уже. Вот. Я снова хожу туда-сюда, делаю то-то, то-то. И не сижу дома, как это было в 2017-18 году, когда меня просто пришибло и ничего делать не хотелось. И вообще был жуткий депрессняк, который мне вылечили. Это кайф. Вот. А насчет худеть обратно не нужно. Ну, честно говоря, не знаю. Я бы хотела влезать в свои хотя бы некоторые старые шмотки. Потому что они мне очень нравятся. Но вы покупать дорого, а я тебе покупала в секонд-хенде. Или с рук. То есть, хрен, я такие еще найду на размер побольше. И за такую же цену. При том, что это было очень давно. Вот. Ну, я, честно говоря, хочу сейчас... Не то, что худеть, да. Я хочу просто привести свое тело в какую-то хорошую форму, чтобы мне было действительно комфортно. Ну, и, конечно же, убрать растяжки, которые у меня появились, когда я резко набрала вес. Это просто ужас. Это реально ужас. Хотя я могу порекомендовать одну мазь, которая осветляет растяжки. Она их, не знаю, убирает, не убирает, но осветляет точно. Если хотите рецептик, обязательно пишите об этом в комментариях. Потому что без этого я этот рецептик не выложу. Нигде. Реально нигде. Что ненавидишь из еды? Знаете, раньше из еды я очень не любила огурцы и очень не любила угря в суши. Но сейчас... Сейчас из еды я ем фактически все. Ну, вот реально все. А если только могу сказать то, что я не могу есть из мяса и птиц, да, ничего, кроме свинины, курицы и индейки. Потому что меня просто сразу же тянет болевать. Я не знаю, что происходит с моим организмом. Я не знаю, проблемы ли это головы, да, но это началось довольно давно. Но и это началось еще со времен, скажем так, моего сыроедания. Я была и вегетарианцем, и лактовегетарианцем, и сыроедом, и кем я только не была. Вот, ну, теперь я просто ем все, кроме вот этих вот оставшихся типов мяса. Не знаю, у них такой вкус гнилой прям. Блин. А вот если кто-нибудь у меня купит тени, я пойму. Да ладно, эксплуатация. Что значит тату-глаз на плече у тебя? Из каких соображений ты себе выбираешь татухи? Из каких соображений я себе выбираю татухи? Ну, вообще, у меня изначально в голове есть идея, как должна выглядеть левая половина моего тела. Насчет правой я пока не думала. Так вот, короче, глаза — это символы в шаманизме. Ну, знаете, как третий глаз, да? Ну, вот это фактически то же самое. И раньше меня очень глючило на глаза, и сейчас меня глючат на глаза. И иногда у стен вырастают глаза, блин. И они смотрят на меня. Я смотрю на них в ответ, потому что нехрен так делать. Я тоже так могу. Вот. Ну, я не сильно ответила на этот вопрос, да? Ну, предположим, что ответила. Так, во-первых, да. Ты ценишь внимание. В старом видосе ты говорила, что тебе это важно. Что значит ты нужен кому-то? Мне кажется, ты изменилась, и сейчас всё не так. Я ответила на этот вопрос уже. Я написала, что да, я ценю внимание, но, чёрт возьми, иногда у меня просто нет времени на него реагировать. Потому что, ну, сейчас, когда я только смог разложить всё по полочкам, чтобы было не особо напряжно, и можно было всё сделать без нервных срывов и каких-то перепадов, настроений, напряжения, вообще любого какого-то, да? У меня даже сейчас нет особо свободного времени, поэтому я выбираю один день и в него записываю один видос. Потому что только на это хватает времени, потом его монтирую, ставлю на закачку, да, и, собственно говоря, вы его в воскресенье наблюдаете. Потому что, как я уже говорил, теперь уже видео будут по воскресеньям. Возможно, я потом поменяю график, но пока мне удобнее так. Так, вот, так, 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 у меня, да, вот, если человек навязывает своё внимание, я начинаю относиться к людям, к таким, да, с осторожностью. Потому что у меня уже были прецеденты, когда человек мне прям гипернавязывал своё внимание. И потом, знаете, чем это кончилось? То есть это кончилось тем, что он мне начал угрожать, что он меня убьёт, что он меня закатает в асфальт, что он убьёт моих родных, там, моих родственников. И как бы, ребят, это ненормально, это ненормально, таким людям тоже надо лечиться. Чего я одна-то лечусь? Нам, по сути, всем лечиться надо. Да ладно. Вот. И следующий вопрос. В меру это, по-твоему, как? В меру это, понимаешь, в меру это, когда человек учитывает то, что ты не свободен, да, вот, всё время, и ты не то, что его игнорируешь из-за этого, да. Ты просто не заходишь в сеть, или у тебя там есть пара минуток, чтобы зайти туда-то, 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 ответить. Вот этим людям, потому что эти люди как-то связаны с тем, что ты делаешь, да, допустим. Я отвечаю в интернете в основном на какие-то деловые вопросы, вопросы работы, в разных сферах, в которых я кручусь. Потому что это действительно надо, это приносит заработок, это приносит мне какие-то фишки, какие-то плюшечки. Я узнаю что-то новое, обучаюсь. То есть, вот, это для меня сейчас важнее всего остального. Когда у меня время есть, я отвечаю на вопросы, я отвечаю на сообщения. Если человек будет постоянно писать, ну где это, да, там, каждый день предлагать встретиться, чел, ты чё? У тебя нет работы, у тебя нет своих дел, ты постоянно мне предлагаешь встретиться, говорить, что ты сегодня свободен, что ты там завтра свободен, что ты послезавтра свободен, что ты свободен вообще в любой день. Главное, встретимся. И потом ещё вот встретились, да, для меня норма на самом деле видеться с человеком каким-либо примерно раз в месяц. Если вы, ну, как бы, начинаете мне постоянно предлагать встретиться, да, каждую неделю, для меня это уже очень много. И, честно говоря, когда я с некоторыми людьми так пересекаюсь, они меня начинают бесить. А я не хочу, чтобы меня бесили люди. Я не хочу, чтобы такое происходило. Они меня бесят не потому, что, да, вот я человек говно, да, хотя не без этого, конечно. Я не отрицаю того, что я человек говно. Но из-за того, что мне приходится перекладывать дела на дни, распределять их на какие-то дни, в которые, ну, на время, в которое я могла бы немножко отдохнуть, могла бы заняться чем-то сторонним, что потом тоже чем-то откликнется. Или просто я забегался, и реально надо отдохнуть, и меня вот в это время куда-то вытаскивают. Это начинает подбешивать, честно. Что делала за эту неделю? Вообще эти два месяца у меня получились просто по максимуму насыщенными, потому что я то там, то сям, то первое, то десятое, то рисую, то вяжу, то пляшу, то пою, то работаю. Ну, в общем, в основном, правда, это всё работа. Работы всё забило. И я стараюсь просто накопить хотя бы что-нибудь, чтобы покрыть клип. Ребят, просто вот такой вопрос. Если кто-то готов задонатить на клип, да, я, опять же, блин, я вот всё время боюсь, что я слишком агрессивно какую-то информацию выдаю. Короче, ребят, если кто-то будет готов задонатить на клип, заходите в группу ВК, я попрошу админа, ну, я админа напишу, типа, на что именно пойдут донаты, да. Вот меня, правда, смущает одна вещь, там, для образа надо будет, типа, иметь клыки, но лучше же нарастить клыки, да, чем с неудобными вставными из Китая, которые ещё заказывать надо. В общем, что-то делать. Вот. Ну, это уже по вашему желанию, вы можете просто при донате писать, на что именно вы донатите. И если наберётся сумма больше, то, скорее всего, если мне к этому времени не выйдут зарплату, я либо на неё куплю поесть, но не на всю, да, либо пущу на развитие канала, либо пожертвую в приют кошкам, если у них опять будет сложная неделя. Потому что я стараюсь по мере возможности хотя бы раз в месяц энную сумму жертвовать приюту кошек, потому что, ну, я люблю кошек. И очень здорово, что есть люди, которые их поддерживают. Причём кошки в сложных ситуациях. Я могу даже ссылку, если кому интересно, заходите в Инстаграм, там вот под видео есть ссылка на меня в Инсте. Пишите мне в ЛС, и я вам скину просто тот приют, которому я иногда доначу. Вот. Ну, короче, ладно, я будем считать, что я ответила. Это в основном неделя была занята работой и подготовками к съёмке клипа. Это составление того, что именно нужно, это репетиция макияжа. Потому что лучше сначала макияж всё-таки отрепетировать и решить, пойдёт ли он под это или нет. Вот. Окей, перейдём к следующему вопросу. Тебе нравится твой город? В каком городе хотела жить? Честно говоря, меня устраивает то, где я сейчас живу. Ну, возможно, стоило бы вернуться в Москву. Кто-то меня вспоминает. Короче, возможно, стоило бы вернуться в Москву, потому что Москва — это город возможностей. Питер — тоже город возможностей, да? Но Москва — это гораздо больше город возможностей. И пригороды, в принципе, очень тихие. Ну, где я сейчас нахожусь, как раз там очень тихо, там очень лампово, очень приятно. Там есть пруд. Ну, это всё я могу прочувствовать только летом. А в Москву, если я буду возвращаться, то явно не на постоянку к родителям, да? Потому что мне пока больше некуда ехать. Некуда идти, некуда идти. Я нужен тут. Ну, я просто езжу в Москву и периодически ночую тут. Когда я тут ночую, я снимаю видео, я делаю музыку, я работаю над всем, над чем можно здесь работать. Вот. Остальное время я тусуюсь в Москве. Так что, если кто-то захочет потом ближе к лету погулять в Москве, то, скорее всего, можно будет договориться и погулять. Да. Вот. В каком городе я хотела бы жить вообще? Вообще, честно говоря, мне абсолютно без разницы. Главное, чтобы там не было гнетущей атмосферы. То есть, если это своя квартира, то, по сути, мне абсолютно не важно, где главное, чтобы можно было добраться, опять же, да, до центра города. Ну, в довольно сжатые сроки. Перейдём к следующему вопросу. Этот вопрос. Если что-то, что тебе хотелось бы изменить в себе. В себе я меняю внешность, да, и уровень прокачки навыков. И это единственное, что мне интересно менять, потому что всё остальное мне устраивает. Мне меня. Вот. То есть, внешность — это так для развлечений, а навыки — это для жизни и для того, чтобы, ну, опять же, было не скучно. Ну, то есть, я всю жизнь развлекаюсь. Ух, весело. И на работе я развлекаюсь, везде я развлекаюсь. Просто человек развлечения. Ладно. Последний вопрос. Если представить, что ты посмотришь на себя со стороны, как ты сможешь описать этого человека? На такой вопрос я ответ не дам, потому что это, типа, очень сложно. И я стараюсь не описывать человека, глядя просто со стороны. Вот. Потому что со стороны взгляд иногда бывает не совсем объективным. Да, ну, типа, первый взгляд. А вот когда ты общаешься с человеком, тоже другое. Ладно. Всё. Я не буду вас больше мучить своей физиономией, своей мимикой, рестикуляцией, артикуляцией. Неважно. Поэтому я желаю вам всем хорошо провести эту неделю, какая бы она ни была. Знайте, что всё будет, в конце концов, хорошо. Повторяйте это себе как мантру, и тогда вы будете думать обо всём в более позитивном ключе. Кстати, я на самом деле не акцентирую внимание на плохом. Я просто моделирую ситуации. Вот. Всё. Спасибо за просмотр, и всем пока!